Привет! Сегодня я хочу вам рассказать о замечательной чудо-переноске, которую я купила уже, наверное, 3 или 4 года назад, когда у меня еще разливалась только первая дочка. Сейчас я использую эту переноску со вторым ребенком и не могу нарадоваться. Какая-то замечательная вещь. Эти 100 долларов, которые я потратила, когда мне казались просто огромными деньгами за переноску, уже отработали свои деньги, уже все это отработали. Итак, переноска фирмы ВЕФО, модель Джимили. Прязная и заношенная, естественно. Итак, одевается очень просто. Застегивается. Никаких усилий, чтобы посадить туда ребенка. Одеваю две лямки ребенку подмышками и застегиваю сзади. Все, мы готовы. Если нужно потянуть по размеру, сделать под себя, настроить, то очень просто. Ослабляются ремешки одним движением. Ребенок сползает вниз. Подтягиваются точно так. Просто тянем. Ребенок поднимается вверх, становится ближе к тем. Чем хороша именно эта переноска? Почему я выбрала именно ее? Потому что я могу носить ребенка в трех положениях. Первое, это лицом от себя. Второе, лицом к себе. И третье, я могу повернуть эту переноску, одеть ее на спину. Ребенок у меня будет сидеть на спине. Сейчас я покажу, как сажать ребенка лицом к себе. Поворачиваем. Одеваем лямки. Застегиваем сзади. Уволь, ребенок не очень любит сидеть лицом ко мне, потому что, наверное, ей уже интересно смотреть на улицу, что происходит вокруг. Поэтому в таком положении я ношу ее очень редко. Она начинает каприсничать и не любит. Значит, что есть еще хорошего в этой переноске? У нее, значит, ее можно сделать немножко подлиннее. Когда ребенок еще маленький, и хочется закрыть его голову, можно отстегнуть вот здесь две кнопки. И вот эти веревочки пристегнуть вот сюда. Очень просто и легко. Таким образом, голова ребенка оказывается как бы немножечко в капюшоне. Ну, нам это не нужно, поэтому мы это все сейчас отстегнем. И пристегнем. И пристегнем на место. Кроме того, считается, что когда мы носим ребенка лицом к себе, его ножки должны быть максимально разведены в суставах козобедренных. И он должен сидеть вот в таком положении. Поэтому у этой переноски есть такая особенность, что я могу сделать сидение пошире. Для этого я отстегиваю вот эти две кнопки. И пристегиваю их вот сюда. Раз. И два. Таким образом, сидение становится более широкое. Ребеночек как бы провисает, его попка провисает. Как я сказала, в таком положении я редко ношу своего ребенка. В основном у меня он сидит лицом на улицу. Поэтому у меня сидение всегда сделано на узкое. Сейчас я покажу, как носить эту переноску на спине. Ларусь, иди сюда. Для того, чтобы носить ребенка на спине, я просто поворачиваю переноску назад. Для этого сидение у меня сделано широкое. Я поворачиваю ее назад. И мой ребенок может туда сам залезть. Залезай. Одеваем ленки. Ну, 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 вставай. Вот так. Очень просто. То есть достаточно даже большой ребенок, такой как вот Клэр, которая, я не знаю, сколько весит, но ей 3,5 года сейчас, может спокойно ездить в этой переноске. И мне не тяжело. То есть вес распределяется между бедрами и плечами. Поэтому я могу достаточно долгое расстояние пройти вот так с Клэр. Хоть я этого и не делаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok